Член общественной палаты Елена Тополева, представители Гринпис, создатели ресурса карты помощи, ставшего известным в период прошлогодних пожаров, и другие волонтеры, участвовавшие в тушении, посетили Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России. Общественников встретил начальник ЦУКС Владимир Степанов. Он подробнейшим образом объяснил гостям, каким образом поступает информация в управление МЧС в регионах, как она затем обрабатывается и передается в центр, как осуществляется мониторинг лесных пожаров, как распознаются термоточки и отделяется неконтролируемый пал от контролируемого. По ходу встречи у общественников возникло немало вопросов. Коллеги из Гринпис как раз только что ездили по территориям, они сами могут рассказать, где они были. И там достаточно много точек, где горит, и никто не занимается этим тушением. Некоторые пожары, они могут и не регистрироваться, потому что спутник прошел через 8 часов, к примеру, и там он уже потух, поэтому это естественно. Потом, естественно, есть у нас физические особенности, к примеру, не всегда ясная погода. Облачность где-то накрыла, естественно, мы сутки там или что-то можем потерять. В начале сезона, в середине мая, когда Владимирская, Рязанская область очень сильно горели, пожары на много тысяч гектаров, мы их по тем же самым моде с вами видим, запрашиваем МЧС на местах, запрашиваем Рослесхоз, получаем ответ, что пожар их неизвучек серьезно. Мы знаем, что те же самые, ну, та же самая, по сути, основа, да, это система СДМ Рослесхоза, но это, в общем, система аналогичная ваша, да, то есть они не могут этого не видеть. Мы высылаем свою оперативную группу, наши добровольцы помогают тушить этот пожар. Там частично уничтожены населенные пункты, там примерно 7 тысяч гектаров верховым пожаром пройдены. До сих пор этого пожара нет, отчетности нет статистики. Но вот этого очень хочется избежать в этом году. Вы должны понимать, что, в принципе, все равно нам нужно работу организовать по уровню. В сегодняшний день 500 таких точек, ну, понимаете, вы можете узнать о трех из них, о пяти. Естественно, они могут оказаться в одном месте. Естественно, вы же понимаете, у каждого не выставишь там какие-то есть важные направления, которые могут граничиться с населенным пунктом или еще какими-то объектами экономики. Естественно, какой-то пожар может уйти на вторичный план. Я просто к тому вас сразу обращаю внимание, чтобы мы выстроили правильную с вами методику работы. Не так, что вот мы позвонили там, например, а там никто и не приехал до сих пор. Так может быть, там пока и нет некому даже и приехать. Постекает проблема тех же самых сельхозпалов, которые являются определенной проблемой для, ну, для всей страны. Все-таки МЧС является органом, который определяет государственную политику в области пожарной безопасности. И мы, конечно, хотели бы видеть определенных решительных действий, которые в эту проблему начали решать. Надо запретить то, что надо запретить – разведение огня. Тем более, что сейчас хороший костер можно увидеть сверху. Я уже не говорю о том, что мы сейчас с подвижением наших коллег, во всяком случае, строительской логики, запустим и будем смотреть, и это стригаем. Карта помощи, то, что мы сделали, это был абсолютно волонтерский проект, сейчас он тоже таким является, но мы не какие-то профессионалы. Что он из себя представляет? Это конституционная платформа, куда от людей поступает информация о том, что им что-то нужно, и также от людей поступает информация о том, что они готовы что-то предоставить. Сначала это задумывалось, как только помощь поголеться, но в момент вот этой кризисной ситуации, когда огромное число добровольцев, которые готовы были ехать помогать, им нету бы было обратиться. Вот это была очень большая проблема, и в связи с этим у меня такой вопрос, есть ли в министерстве какой-то отдел по работе с добровольцами? Конечно, мы добровольство сейчас попытаемся обустроить. В ближайшее время будет такая структура, уже в ближайшее время, может быть, уже в мае или в начале мая, которая будет заниматься организованным добровольцем. Поэтому давайте мы так договоримся с вами, господин, что я вас услышал, мы подумаем, как это сделать. У нас есть сайт, он доступен, вот если на нем что-то не так, звонок, там, верили в антиме, мне, это любому возрастному лицу, Леонид Григорьевичу. Вы назначили тот возрастное лицо. Вы же не бюрократы, ну что вы больше бюрократы, чем я, как я. А спросите кого? Ну, спрашивайте с меня, ну ладно, что там, пока. Вот вам назначу кого-то.